В рамках национального проекта «Демография» представители 31 общественной организации Самары приняли участие в экскурсионной поездке в село Винновка. Для ветеранов и инвалидов была организована экскурсия по свято-богородничному Казанскому мужскому монастырю с богатейшей историей. Гостей пригласили на обед в трапезную. Они побывали в музее, где собраны уникальные экспонаты 17 века, посетили осетровую ферму, насладились видами природы, прогулялись по окрестностям и с хорошим настроением вернулись в Самару на теплоходе Москва, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе областной общественной акции «Народное признание». В этом году заявку можно подать в номинациях для физических лиц, памяти, слава, мы вместе, признания и уважения, наследники, победители и герои нашего времени. Для юридических лиц единство и успех. Заявки принимаются до 31 августа по адресу Советской армии 27, сообщают в телеграм-канале администрации Советского района. В телеграм-канале Ленинского района Самары сообщают о традиционном конкурсе «Цветущий Ленинский» на самую красивую благоустроенную территорию двора, самую красивую клумбу и газон. Инициативные люди занимаются благоустройством позовы души, а задача власти поддержать таких людей, растиражировать их инициативу, чтобы она стала примером для других. Каждую субботу в 17 часов в сквере Оксаковых на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской профессиональные самарские актеры проводят театрализованную интерактивную экскурсию «Аленький цветочек», связанную с историей семьи Оксаковых. Зрители ожидают увлекательное путешествие по страницам сказки. После экскурсии можно будет сделать фото с понравившимися героями. Приглашают всех жителей и гостей города в ход свободный, пишет телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары.